Уважаемые коллеги, представляем видеоролик операции эндоскопическая правосторонняя фронтотомия у пациента с хроническим фронтитом. Мы видим тотальное затемнение правой лобной пазухи, которое связано с нарушением проходимости соусти лобной пазухи из-за наличия дополнительных клеток решетчатого лабиринта. Мы видим клетку агиарназия, клетку расположенную над ней, также медиальную клетку и сверху клетку сзади, которая находится над решетчатой булой. В сагитальной проекции видно сочетание всех этих клеток и видно, что лобная пазуха выдается сильно вперед и требует применения эндоскопа 70 градусов. Кроме этого, у пациента имеется достаточно низкое положение передних решетчатых артерий, что необходимо учитывать при операции. Это правая половина носа. Мы видим место прикрепления средней раковины. Заводим турунду в средний носовой ход. Мы видим край крючковидного отростка, за который заводим турунду. И сейчас с помощью обратного выкусывателя удаляем нижнюю часть крючковидного отростка. Скусываем ретроградно в направлении носослезного протока и далее поворачиваем чуть вверх инструмент на 45 градусов. Заводим крючок в решетчатую воронку. Отодвигаем крючковидный отросток медиально, так, чтобы мы могли завести за него инструмент, изогнутый на 90 градусов. В данном случае мы используем щипцы Керрисона. Искусываем крючковидный отросток вдоль линии прикрепления, вдоль медиальной стенки орбиты. После этого используем шейлер. Удаляем медиальный край крючковидного отростка. И видим сверху слепой карман. Вот он, он небольшой здесь. Рицессус терминалис. Сразу удаляем эту часть непосредственно с шейлером и открываем клетку агерназии. Она находится здесь позади и над рицессус терминалис. Далее смещаем нижний отдел крючковидного отростка. Визуализируем соусти верхней челюстной пазухи. Растягиваем его назад. И расширяем путем скусывания прямыми прокусывающими ноской щипцами. Двигаемся к сзади и к низу под решетчатой булой. Далее используем шейлер, чтобы убрать лишние фрагменты сристой оболочки. Двигаемся вдоль линии прикрепления крючковидного отростка. Далее удаляем решетчатую булку, заводим щипцы Керрисона в нижнем медиальном углу. И затем, попадая в полость, можем двигаться вверх и латерально, полностью удаляя переднюю стенку решетчатой булки. На этом этапе мы должны визуализировать медиальную стенку орбиты и базальную пластинку средней носовой раковины. Средственную оболочку убираем с помощью шейлера. Сейчас мы видим полость решетчатой булки. Над ней уходит супрагулярная клетка. С помощью шейлера удаляем медиальную стенку решетчатой булки. Также двигаемся вверх, удаляя ее верхнюю стенку. Для этого мы используем прямые прокусывающие насквозь щипцы, тем самым открывая супрагулярную клетку. Далее мы открываем задние решетчатые клетки. Для этого перфорируем базальную пластинку средней носовой раковины. Для улучшения визуализации используем турунду, которую вводим через отверстие. Отверстие турунду удаляем и используем щипцы Керрисона. Для того, чтобы расширить окошко в верхний носовой ход и двигаясь латерально вверх, мы расширяем задние клетки решетчатого лабиринта. Удаляем перемычки. Нам это необходимо для обеспечения широкого доступа, для возможности свободной манипуляции инструментами в узкой зоне лобного кармана. Для визуализации основания черепа. Для нас это наиболее важный анатомический ориентир. Мы сейчас видим задние клетки решетчатого лабиринта. Убираем костные навесы, заводя щипцы Керрисона за них и скусываем. Мы не отрываем слизистую оболочку, мы скусываем, а слизистую оболочку уже удаляем с помощью шейвера. Это клетка аноди, мы видим зрительный нерв, над которым имеется выраженная пневматизация. Почему очень важно двигаться всегда в нижнем идеальном направлении на первоначальном этапе вскрытия решетчатых клеток, потому что если двигаться четко, прямо, можно пояси в сторону зрительного нерва, либо основания черепа. Сейчас мы убираем остатки клеток решетчатого лабиринта, поднажая основание черепа. Сейчас хорошо видим основание черепа в клетке аноди, также в задних клетках решетчатого лабиринта. Убираем перемычки, скусываем их. Сейчас убираем, расширяем пространство в клетку Агернадзе. Пока используем эндоскоп 0 градусов. Если передняя стенка тонкая, как здесь, мы можем частично ее убрать для улучшения визуализации. И убираем клетки решетчатого лабиринта, которые прилежат к орбите. Здесь нужно действовать очень аккуратно. Можно понажимать на глаз, чтобы не было движения, видно, со стороны полости носа. Вот мы с помощью шевера убираем мелкие клеточки, расположенные вдоль медиальной стенки орбиты. Вот сейчас это хорошо видно, что мы их полностью убрали. И остатки лишней сейстей оболочки в области клетки Агернадзе. То есть этого мы можем переходить на градусную оптику, поскольку сейчас эндоскоп 0 градусов будет недостаточным для визуализации. Теперь рассмотрим вверх с помощью эндоскопа 70 градусов. Визуализируем основание черепа в задних решетках и двигаемся вперед. Наша задача понять, какое из углублений ведет в сторону лобной пазухи. Сначала мы максимально открываем клетку Агернадзе. Бегаемся вперед и латерально, для того, чтобы мы могли хорошо видеть ее просвет. И после этого определить, куда нам следует двигаться. Мы знаем, что клетка Агернадзе находится кпереди от пути от ток у лобной пазухи. Мы знаем, что здесь в наличии имеются клетки, которые расположены над клеткой Агернадзе и медиальной клетки. Мы можем первоначально открыть медиальную клетку, мы можем открыть клетку, которая находится над клеткой Агернадзе и двигаться уже относительно них. Поэтому осмотрим, что в данной ситуации нам будет проще сделать. Сейчас мы осматриваем полость клетки Агернадзе. Сейчас она хорошо видна. Мы видим, что клетки расположены медиально от нее. Пробуем зайти в медиальную клетку. Для этого отодвигаем медиальную стенку клетки Агернадзе с помощью изогнутого щупа на 90 градусов. И заводим турунду для хорошей визуализации. Наша задача видеть слизистую оболочку, покрывающую обе стороны. То есть тогда мы будем понимать, что мы двигаемся по путям оттока. Вот мы сейчас видим пространство, которое ведет медиально. Пробуем его расширить. Но эта стенка достаточно толстая. Поэтому мы сейчас будем двигаться к сзади от клетки Агернадзе. И удалять ее заднюю стенку. Используем щипцы, скусывающие ретроградную для лобной пазухи, так называемую Побра. И открываем клетку, расположенную позади и над клеткой Агернадзе. Сейчас мы видим купол этой клетки. Это еще не лобная пазуха. Лобная пазуха будет находиться над этой клеткой. Но путь оттока будет расположен позади нее. Вот мы заводим отсос. Позади этой клетки уже получаем отделяемые из лобной пазухи. Вот уже мы видим саму лобную пазуху позади купола. Сейчас видно лучше. Наша задача деликатно удалить купол. Клетки расположены над клеткой Агернадзе. Клетка первого порядка. Весу прагер. Либо префонтальная клетка первого порядка. И двигаемся вверх и на себя. Убирая купол. Шейвером аккуратно убираем лишнюю сейстую оболочку. Чтобы ее не снять чулком в этой зоне. Это очень важно сохранять сейстую оболочку. Продолжаем убирать купол этой клетки. И сейчас мы хорошо визуализируем уже непосредственно лобную пазуху. И убираем из нее густое сейстую отделяемую. Видно, как она поступает в отсос. Теперь наша задача максимально убрать клетки, наполняющие лобный карман. Это медиальная клетка. Ее необходимо открыть. Мы используем щипцы, изогнутые на 90 градусов. Кусающие справа налево. Убирая стенку между лобной пазухой и медиальной клеткой. Открывая ее купол. Деликатно скусываем костную стенку этой клетки. Вот мы сейчас видим лобную пазуху. Справа слева купол клетки медиальной клетки. И наша задача максимально убрать этот купол. Объединив лобную пазуху с медиальной клеткой между собой. Иначе, если мы оставим эту клетку, лобная пазуха может зарубцеваться. Насколько очень узкий проход. Сейчас заводим грибовидные щипцы за купол медиальной клетки со стороны лобной пазухи. И скусываем этот купол. Видно, насколько это позволяет расширить вход в лобную пазуху. Пробуем еще больше расширить. Двигаемся медиальной кпереди. Слизистую оболочку скусываем. Шивер сюда с трудом влезает. Поэтому мы его не используем, чтобы не травмировать циркулярную эту зону. Снова двигаемся медиально. И максимально расширяем вход в лобную пазуху за счет удаления клеток. Сейчас мы хорошо видим просвет лобной пазухи. Мы можем чуть кпереди расшириться, но если мы чувствуем толстую кость, это будет носолобный выступ, то скусывать его с силой не стоит. Иначе мы повредим свистую оболочку и кость. И это может запустить процесс рубцевания. Вот теперь мы хорошо открыли лобную пазуху. Но этого еще недостаточно. Наша задача максимально открыть теперь задние клетки. Решетчатого лабиринта, который находится позади лобной пазухи, поскольку это наиболее частая зона для образования рубцов. Мы используем грибовидный выкусыватель и двигаемся сверху вниз и назад. Мы знаем, что здесь очень близко находится низкая передняя решетчатая артерия. Мы над ней работаем, используем шивер, выбирая остатки свистой оболочки, мелкие решетчатые клетки. Сзади от лобной пазухи. Вот сейчас очень хорошо мы видим всю зону лобной пазухи, передней клетки решетчатого лабиринта, крышу передней клетки решетчатого лабиринта, так называемую фобию от мейдалис. Видно, что еще есть несколько фрагментов решетчатых клеток, которые необходимо убрать. И сейчас хорошо видна вся зона лобной пазухи. Далее переходим на эндоскоп 0 градусов и осматриваем задние клетки решетчатого лабиринта, клетка ноди. Это перемычка, в которой находится передняя решетчатая артерия. Далее носоглотка, верхночерстная пазуха. Фиксируем среднюю носовую раковину с помощью шва, для того, чтобы она не сместилась латерально. И используем гемостатическую губку с пангостана. Операция закончена. Спасибо за внимание. Продолжение следует...